Здравствуйте, дорогие товарищи! Ко-ко! Ну давайте начинать! Ну давайте, говорите! Помнится, у нас был второй обзор стреложей Ивана. У нас первые были сковороды, а вторые, второй обзор был про Ивар в стеллаже. Думаешь? Да. Мы его еще снимали в два этапа. Часть в офисе, часть в Икеи, потом опять в офисе. В общем, все меняется. И за это время Ивар немножко преобразился, некоторые вещи добавились, а некоторые ушли из ассортимента. Да и мы тоже, по-моему, хуже не стали. Поэтому давайте смотреть. Давайте смотреть. Значит, линейка Ивара. Все так же пахнет, как... Сколько лет назад? Три года назад? Два с половиной. В ноябре будет три года канала. Так, друзья мои, чтобы у вас было понимание, как обычно, сначала у нас с вами матчасть. Дмитрий Юрьевич, как создается комбинация Ивар? Вы берете боковую стойку того размера, который вам нужно. Дополняйте ее полкой, крестовиной. Если есть необходимость, дополняйте комодом, какими-нибудь всякими фиговинками, всякими ништяками, которые есть. Боковые стойки делятся на глубину и высоту. Давай сразу смотреть. Глубина 30 и глубина 50. Соответственно, три высоты. Три высоты и две глубины. Перфорация, как у Пакса, через каждые три сантиметра. Массив сосны. Ну, ребят, очень хорошего качества. Нашим стеллажам Ивар в офисе, наверное, так лет... Сколько? Четыре точно. Ну, я их водовой месенкой покрасил. А некоторые не покрашены, ребят, стоят. Ну, они потемнели. Да, ну, и здесь вот они тоже потемнели. К чему? Мы ими довольны. То есть, да, Ивар денег стоит тратить. А если уж по распродаже, вообще без комментариев. Так, высота 124, 179, 226. Обязательное условие, когда вы собираетесь в стеллаже Ивар, это верхняя полка. Она у вас будет ребром жесткости. То есть, хотите вы не хотите, но в самое верхнее крепление вы обязаны поставить полку. Низ и вверх. Да. А посередине крестовина. А дальше что хотите? Немножко дополнено. А дальше хотите, что лепите. Так, дальше. Стойки, помимо прямых, есть еще, ребята, угловые. 179 и 226. Две высоты. Ивар тоже склеенный. Но нагрузки выдержит очень хорошо. Колки. Прямые и угловые. Прямые, соответственно, тоже две глубины и две длины. 83 и 42 сантиметра. То есть, вы сделать можете секцию либо 42, либо 83. А что изменилось у Ивара? Дим, как бы показать? Раньше вот это было пластиковое. У угловых всегда была металлическая. А теперь везде металл. Да. А раньше была вот тут пластиковая вставка. Вот пазы были пластиковые. Сейчас из них сделали непонятную железную планочку. Тем самым полочка, она не так сильно зафиксирована. Как на пластике? На пластике она как бы в пазы вставлялась. И она держалась на том месте, где была и зафиксирована. И эта полка может гулять или слетать с пазов. И помимо этого, у Ивара есть много всяких интересных штук. Например, штанга плотиная. Она цепляется полностью на полку. Она вся металлическая, ребят. И она выдержит очень хорошую нагрузку. То есть, вот она. Дальше. Есть вот такая решетчатая полка. Она, конечно, не выдвижная, но до хранения каких-либо других вещей, пожалуйста. Вот такой тканевый чехол. То есть, вы можете эстетично закрыть ваш стеллаж. При этом, если я не ошибаюсь, он... Нет, я ошибаюсь. Он не магнитный. Это просто усиление. Дальше из нового у Иваров появились вот такие выдвижные комоды. Комод, конечно, дороговатый. 7000. Очень на раз похоже, да? Только поглубже. Кстати, лайфхак. Маленький Ивар глубиной. Это вот глубина 50, а глубиной 30. Отлично ставит комод раз. Да. Но опять же проблема некрашенного Ивара. Видно отпечатки ног людей, которые пытались, наверное, в нижний ящик открыть ногами. Кстати, чехол... При покупке Ивара я рекомендую, как минимум, или полупрозрачной пропиткой, или водоносионка, чем-нибудь обработать, ребята. Это продлится срок службы вашего стеллажа. Чехол стираемый. Внутри просто вот эти вставки. А я думаю, целый пластик. А тут сотовый. Это плохо. Он может сломаться. Ну, просто для тяжести. Вот, кстати, о чем я говорила, что вы можете, в принципе, собрать комбинацию... А, кстати, Татьяна Павловна, лайфхак. Сотовый пудликарбонат можно приклеить на суперклей неоденовые магниты. И тем самым, как ты делала? Шторка будет... Шторка... Вот, сделай, например. Будет прилипляться вот так, на магнитике. Вы просто сложите так, как вам надо. Да, достаточно, наверное, трех штучек. Да. Вот такие, как пятачки магниты. Теперь смотрите дальше. Когда вы собираете ивар, вам не нужно на количество полок выкупать столько же стойку. Вот вы взяли раз стойку, два, три. А фактически у вас получилось два полноценных стеллажа. Почему? Потому что перфорация с двух сторон и одна сторона идет, как бы, зачет другой стороны. Вот вам офигенные комбинации. Ну, понятно, да, что дизайнеры имели в виду. Как раз комод вот раз, примерно вот так становится. Бутылочница. Прямо вот... Хранение вина. Хранение вина. Мечта моя голубая. Дмитрий Юрьевич после абраузера стоит, теперь желает винный погром. Маленький. Шкафчик ивар. На 80 сантиметров 7 тысяч, а который мы сейчас смотрим, 5 тысяч. На обычных петлях. Ну, простенько, очень простенько. Правда, так. Проще некуда, ничего не скажу. Вот о чем мы говорили, да? Самый верх, обязательно полка. Все они по цеху, даже угловая стойка. Так. Шкаф железный. Целый сейф. Замка, правда, нет? А нет, есть ключ. Получается, он просто вставляется на ту высоту, куда тебе надо. Нет, он закреплен в стене. Ну, конечно, для раздевалки это очень дорого-богато будет. Дорого-богато, да, 7 тысяч. Еще серого цвета есть. Закреплен за стену, привинчен. А я там, я не знаю, куда-то применить. Ти-знаю. Дальше поехали. Ивар красного цвета. Металлические шкафы. Ну, это я понимаю... Серый, белый и красный, ребят. Серый и белый стоят 7, и красный стоят 7. Разница в один. Это мастерская. Это мастерская, вполне такая эстетичная мастерская. И плюс удвижные полочки. Ящики по 1700. Вы говорите, мастерская. Прям из тела можно сделать. Они вот, видишь, покажи вот сюда пониже, под норни. То есть здесь фиксируется направляющая. И у тебя вот. И он не упадет. Здесь это парки. Жаль, я отошел от этого дела немножко. А то бы я бы себе мастерскую опять залепил. В дом переедешь, опять будешь. Вот как выглядит угловой модуль. То же самое, есть глубже. Два размера. А, это уже Альберт, это уже Хейн. А чем можно апгрейдить Ивар дополнительно? Ну, полчик-то и... Обсерватор. Очень удобно, когда вы используете Ивардли колдовой. Но не используют, не рекомендуем нагружать его, не более 10 килограмм. Да. То есть нет. Он у него будет отходить задняя часть, если будете сильно нагружать. Смотрите. Вот. Не камильфон. Давай же заодно Альберта Хейн покажу. Да, да, давайте заодно. Альберт. Самый дешевый киевский стеллаж из самого мягкого на свете дерева. Леруа Мерлен 700 рублей. Леруа Мерлен 700 рублей. Муж, шуруповерт и мат. Что это? Мой муж собирал так. Твой не знаю как. Мой никак. Мой никак? Мой не ругается. А мой ругается. Так, Хейн, ребят. Это тоже сборная солянка. Но это что-то среднее между Иваром и... Альготом. Кстати, Альбертом. Вы посмотрите наш старый обзор. Мы снимали там вообще вариант. Просто сейчас в Икеа этого нет. А раньше очень куча всяких стенок, каких-то штук для гостиной. Потому что мы сами делаем для офиса прям вот стенку как под ТВ делаем. С посветкой. Да, поэтому посмотрите. Очень интересно. Здесь сейчас хозблог. А на самом деле Ивар это и книжный стеллаж. Это и мастерская, это и кладовка, и все что угодно. Ну, если мне получится в интернете найти интересные фотографии необычного применения Ивара, да, я вставлю сейчас. Либо наш старый обзор. Или наш старый обзор. Вот. Ивару в основном берут ребята в кладовку, в гараж, как у нас обычно по заказу за три года сложилось, и на балкон. А еще делают книжные шкафы, делают всевозможные штучки, когда, например, там что-то нужно, какие-то книги уложить красиво дома, детям под всякую-всячу. Хейна. В чем отличие Хейны от Альберта? Дерево уже более высокого качества. Раз. Можно собрать то, что вы хотите. Ну, не, конечно, то, что вы хотите, но можно собрать. А Хейны делятся. Боковая стойка, два вида полок, крестовина, защитные насадки и подвесная корзина. То есть вы можете либо широкие, либо узкие полки сделать к этим же стойкам. Покрывать обязательно. Иди сюда, покажу. Вот они, минусы мягкого дерева. Существом что-то хоть что-то? Сучки. Это все на гвоздях. Это все моменты? Просто учитывайте, чтобы потом не было обидно. У Ивара пойдем на плотность, покажу. Не пожалею ногти. Да то же самое. Нет, поплотнее. А потому что полочка потолще. Сама, да? Толщина больше, чем у этого тележа. Пойдем посмотрим, что еще у Ивара мы не показали. Обсерватор показали, ящик показали, проволочную полку показали, полотенную штангу показали. Полку для бутылок. Крючок. Крючок для боковой. Вот он. Подойте, покажу. А еще у Ивара есть модуль для хранения со складным столом. Но его почему-то очень часто по браку убирать стали. Да. Поэтому показать мы вам его не можем. В принципе, у Ивара все. Это та комбинация, которую вы можете, друзья мои, собрать именно под свою личную потребность. Так, как надо вам. Не так, как видит производитель либо дизайнер, а как видите лично вы. И как будет удобно пользоваться. От себя добавлю. Это полет для творчества. Конструктор такой, можно сказать. Легу-гу? Да. Его можно раскрасить в незабываемые цвета. Это очень классная краска, да? Да, ровненько ложится. А, подожди. У нас же дома маленький белый стеллаж, под твои побрякушки, все красивые, икеевские. Иваровский. Маленький, вот такая, самая короткая стойка и самая маленькая полка. В два слоя водоамусионкой в принципе будет достаточно. Не водоамусионка мы красили. Такая прорезиненная краска для... Прорезиненная. Она не резиновая, но... Но она очень плотная для ламината. Для ламинат перекрашивать. Да. Но офис мы покрасили водостойкой... С колером. С колером, водонечелкой. Плохо стирается пыль. Она такая стала бархатистой, как велю. Как что? Ну, когда в руку проводишь, она вот оставляет такой след ткани. Бархат. Бархат, да, как бархат. Но пыль в нее вбивается. Да. Друзья, это же зависит от структуры дерева. Ничего не делаешь. У кого есть ивары? Рассказывайте, как вам? Нравится, не нравится? Пользуетесь? Нет? Пожалели? Может, выкинули со словами, но его нахрен? Нам нравится. Претензий нет, кроме того, что Икея удешевила крепление к стойке. Вот это мне не нравится. Единственное. Раньше было намного интереснее. Чего уж есть. А у нас с Иваром все? Наверное? Да. Все? Смогли все, что рассказать? Ну, потому что больше про нее, в принципе, не расскажешь. Вот он никакой есть. Вы сравните еще со старым обзором, потому что там очень много выставок красивых, как ивар используется. Сейчас мы прошли, они эти выставки уже разобрали и переделывают по дну, потому что они, ну, больше трех лет стояли, и для Икеи они не актуальны. Все, друзьяшки, до новых обзоров. Пока-пока.